Сустречный лёгкий желудочного полночного сокращения желудочка в сердце. Это максимальная часть. Чтобы грудная клетка на место вставала. Пациент скорее жив, чем мёртв. Больному делают непрямой массаж сердцем, но давление всё равно падает. На таких манекенах медсёстры и фельдшеры учатся спасать человека при остановке сердца. Ольга Казакова несколько лет трудится в психиатрическом диспансере. На работе такой навык, говорит медсестра, пока не требовался. Однако в любой момент, считает Ольга, её квалифицированная помощь может понадобиться обычному прохожему. Поэтому программу старается освоить на отлично. Если нет контакта, мы проверяем наличие жизненных функций. Если нет жизненных функций, мы начинаем сердечно-лёгочную реанимацию. Также вызываем скорую помощь и сердечно-лёгочную реанимацию проводим до приезда скорой помощи. Реанимация больной и аппарат ИВЛ – знакомая картина в нынешней эпидемической обстановке. Из-за пандемии коронавируса этот манекен в симуляционном медицинском центре самый популярный. Впрочем, обучают профилактики новой коронавирусной инфекции почти на всех имеющихся в центре симуляторах. Каждый врач, работающий в красной зоне, должен быть готов оказать помощь инфицированному COVID-19. Более 6 тысяч медработников уже прошли обучение. Как ставить капельницы, подключать аппарат искусственной вентиляции лёгких, выводить из искусственной комы и даже правильно надевать медицинский костюм. В первую очередь необходимо защитить себя от вируса. Работать непросто, но любая неосторожность может увеличить статистику заболевших. Мы в коротчайшие сроки разработали более 30 программ повышения квалификации для медицинских работников различного профиля, которые работают в красной зоне с такого рода пациентами. Помимо образовательных программ, мы проводим семинары по вопросам эпидемиологической безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также мастер-классы для медицинских сестёр, оказывающих помощь врачу при проведении интубации трахеи, при проведении искусственной вентиляции лёгких. В роли слушателей на курсах врачи городских и районных больниц, фельдшеры и младший медперсонал. Учатся принимать роды, работать с новорождёнными, ставить капельницы, подключать к аппаратам жизнеобеспечения и даже правильно накладывать повязки. Ежегодно 10 тысяч специалистов проходят здесь переобучение и повышают свою квалификацию. Уникальность центра состоит в том, что, наверное, именно в технологиях обучения, в современных технологиях вы видели, что у нас практикоориентированный подход, нельзя всё перевести на дистанционное обучение для медицинских работников. Это невозможно обучить дистанционно. Мы имеем очень хорошо оснащённую базу и делимся своим опытом с другими регионами. Они приезжают к нам учиться. Не только медицинские работники, но и преподаватели других медицинских учреждений. После нескольких дней обучения медиков ожидают тестирования. Экзамен оценивается по чек-листу преподавателями. После успешной сдачи получают сертификаты и главное знание, которые могут спасти чью-то жизнь. Это правда. Это правда. Продолжение следует...